Всем привет, я Саша Демин и это канал Шу Реально. В период новогодних праздников я решил вернуться к теме мифов про Украину. Сегодня я разберу 7 популярных заблуждений про отдых в нашей стране и попробую доказать, что внутренний туризм лучший способ провести выходные или даже отпуск в период затянувшейся пандемии. Ролик основан на моем большом опыте поездок по Украине. Мое субъективное мнение вы можете оспорить в комментариях под этим видосом. Пишите, не стесняйтесь. Вообще я мало в чем могу быть экспертом, но вот в украинском туризме я шарю. Изучать нашу страну я начал еще в далеком 2013, когда совершил первое большое путешествие через всю Украину. Так что у меня есть с чем сравнивать. Я знаю, как менялся наш туризм и сервис на протяжении последних 8 лет. Перед тем, как я начну, нажмите на кнопку подписаться под этим видео, жмакните на колокольчик справа от нее, ну и поставьте лайк этому видео. Ну а я начинаю с первого мифа в сегодняшнем топе. Мне кажется, это самый популярный хейт в сторону украинских курортов и туристических мест. Почему-то в фантастическом мире обывателя весь сервис в нашей стране должен стоить копейки. Как по мне, тут действуют двойные стандарты. Люди готовы отдать 3 евро за чашку кофе в уличной закусочной Берлина, но за эти же деньги большая тарелка банаша в ресторане «Закарпатье» для них уже дорого. Кровать в четырехместной комнате хостела в том же Берлине за 35 евро – это супер. А вот за эти же деньги шикарный двухместный номер во Львове уже перебор. Давайте для примера сравним жилье в одном из самых дорогих мест в Украине на горнолыжном курорте Буковель со средней ценой жилья в другом курорте мира. Я даже не буду брать сверхдорогие Куршавель или Шамани, а сравню, например, с курортом Закопане в польских Карпатах. Итак, делаю подборку одинаковых по параметрам номеров на двоих человек с одной кроватью. Среднюю стоимость за сутки я определяю на основе 10 самых популярных отелей. Мы видим, что средняя цена в Буковеле – 1900 гривен, а в Закопанном – 2400. Разница в 500 гривен в пользу Буковеле. Стоят ли эти номера своих денег? Определенно да. Почему я выбрал именно жилье для сравнения? Ну, потому что обычно это самая большая статья расходов в турпоездках. Этот миф плавно перетекает из предыдущего. Зачастую человек, один раз столкнувшись с плохим обслуживанием, начинает обобщать и говорить, что вот везде в нашей стране такое отношение к клиентам. Везде хамят, везде обманывают, но это, конечно же, не так. Только за последние пару лет я останавливался в сотнях отелей, посещал огромное количество ресторанов, музеев, брал в аренду велики, каяки и прочую снарягу и всего несколько раз попадал на плохое обслуживание. В последнее время конкуренция в туристической сфере у нас очень большая. Местные борются за клиента и стараются сделать все, чтобы он снова к ним вернулся. К тому же, не забывайте, что самая эффективная реклама в нашей стране это так называемая цыганская почта. То есть, мнению друзей люди доверяют больше, чем рекламе в интернете. Поэтому представители сферы услуг из кожи вон лезут, чтобы оставить о себе хорошее мнение. Поэтому мне кажется, что плохой сервис в туристической сфере в нашей стране это определенно миф. Каких-то 5-6 лет назад плохие дороги были суровой реальностью в нашей стране. Добраться до некоторых туристических объектов было просто невозможно. Но, аллилуйя, в последние годы ситуация стала меняться к лучшему. Правда, убедить в этом многих людей практически невозможно. Стоит тебе только заикнуться об этом, как тебя назовут порохоботом или зеленоботом. Расскажут, кто ты есть и кто твоя мама. Но я часто езжу и вижу перемены. В свое время, чтобы добраться до Бердянска, нужно было испытать на себе весь ад запорожских дорог, напоминающих лунную поверхность. Ямы там были размером с кратер. Но уже в этом году там можно ехать с комфортом. Запорожье-Мариуполь. Не идеальная трасса, но на многих участках там уже можно передвигаться, не боясь потерять колеса или содержимое своего желудка. Трасса Одесса-Рени. В свое время напоминала танковый полигон. А сейчас это одна из лучших дорог в Украине. Даже Карпаты уже не синоним бездорожья. Нижние ворота Воловец-Межгорье. Я с ужасом вспоминаю мою поездку этим путем. Но совсем недавно даже она преобразилась в лучшую сторону. Берегово-Виноградов, Мукачево-Рахов-Франковск, Львов-Санбар-Ужгород. Это далеко не полный список туристических направлений, где дороги становятся лучше на наших глазах. Для многих украинцев до сих пор, если море, то это Одесса. А если горы, то это Черногорский хребет в Карпатах. И все. А, ну да, еще есть Львов. Туда ездят, чтобы поесть и пофоткаться на фоне замка Потоцких. И вот эти люди заявляют, что объездили всю страну и что у нас больше нечего смотреть. Когда я это слышу, мне становится очень смешно, потому что я последние годы езжу по нашей стране и до сих пор я не посетил все крутые туристические места. Каждый год я неожиданно открываю для себя что-то новое. Например, в этом году меня впечатлила река Припять в национальном парке Припять-Стоход. А еще в Украине есть такие реки, как Дунай, Южный Буг. В их бассейнах десятки природных мест, где можно насладиться первобытной природой. Я в восторге от пейзажей соленых озер Херсонской области в районе Севаша. Я влюбился в Кенбурнскую косу. Там находится, наверное, лучший дикий пляж, который я видел в своей жизни. Если вдруг вы устали от Карпат, хотя они такие большие и разные, то поезжайте на север Тернопольщины, в Кременецкие горы. Это серия лесистых холмов невероятной красоты. Отправляйтесь в Подольские Тофтры. Там просто оргазмически живописный Днестровский каньон. В моем списке еще десятки мест, которые я не успел увидеть. Так что не поленитесь, зайдите в интернет и увидите, сколько необычных ярких локаций для отдыха есть в Украине. Очень многие не верят в пассажирский транспорт в Украине. Они считают, что если нет машины, то просто невозможно доехать до большинства туристических объектов и красивых мест в нашей стране. Да, я не спорю, на машине действительно путешествовать комфортнее. Но если у вас нет автомобиля, это не значит, что вы должны ставить крест на своих путешествиях. Есть огромное количество маршрутов, автобусов и поездов, и вы на них можете доехать в любую точку нашей страны. Дорога определенно займет у вас больше времени, а вот по деньгам вы даже сможете сэкономить. Билеты стоят определенно дешевле, чем вы бы оплачивали бензин. Кстати, в последние годы в Украине становятся популярны авиаперелеты. На самолете можно за час-полтора добраться из столицы. В Одессу, Львов, Харьков, Николаев, Херсон, Запорожье или Днепр. И наоборот. Если покупать билеты заранее, то цены иногда даже начинаются от 400 гривен. Так что это может быть даже выгоднее, чем на поезде. А еще в наше время есть такая тема, как райдшеринг. Поиск в интернете автомобильных попутчиков. Самый популярный Блаблакар. В туристический сезон очень легко найти того, кто согласится вас подвезти, если вы скинетесь на Бенз. Сейчас я объясню этот миф. Дело в том, что в основном в нашей стране популярен пассивный туризм. То есть лежание тюленем на пляже. Но еще с совковых времен у нас знают про походы. Или, как можно сейчас говорить, хайкинг. Еще неожиданно появился в последние годы гастротуризм. Спасибо Львову, что популяризировал эту тему. И, собственно, все. Виды туризма на этом для обывателя заканчиваются. Но я-то знаю, что это не так. Поверьте, в наше время в Украине вы сможете найти любое направление туризма, которое вот только существует на нашей планете. Любите экстрим? Пожалуйста. Прыжки с парашютом, роупджампинг, троллей, полеты на воздушных шарах или на спортивном самолете. Любите экстрим на велосипеде? Есть профессиональные трассы для фрирайда, даунхила и кросс-кантри. Любите водный экстрим? Каяки, рафкинг, сапдоски на любой реке, будь то Южный Буг, Днестр или Черемош. Этнический или сельский туризм? Езжайте в Апошню или в село Иза, или в один из многочисленных скансенов. Экотуризм. Для этого у нас есть огромное количество национальных парков. Сафари? Ну, добро пожаловать в Асканию Нову. Бёрдвочинг? Берите бинокль и дуйте на остров Ермаков на Дунае. Мистический туризм? Тогда в замок Паланок. Там есть ночные экскурсии, а еще есть туры по мистическим местам Киева. Индустриальный туризм? Пожалуйста, Припять, село Орбита, заброшенные ракетные шахты в Карпатах, разные доты и дзоты. Классические экскурсии умерли в нашей стране вместе с бразильскими сериалами, аудиокассетами и жвачками «Лавыз» где-то в конце 90-х. Но, как ни странно, экскурсии в наше время переродились и получили новую жизнь. Сейчас в моде разные урбан-андеграунд-вылазки. Например, экскурсия киевскими подземельями или львовской подземной рекой Полтвой, или по секретному туннелю внутри Южного моста. Экскурсоводов заменили опытные проводники, которые помогают туристам проникнуть в различные секретные места. В общем, экскурсии сейчас стали более экстремальными. Например, в самую длинную пещеру Евразии Оптимистическую или Одесскими катакомбами. Все эти испытания не для слабонервных. Тут нужна как физическая подготовка, так и большая отвага. А диггер-экскурсовод не только расскажет историю этого места и местные легенды, но и обучит преодолевать препятствия. Не любите подземелья? Ну ничего, можно отправиться на экскурсию крышами высоток Киева и полюбоваться столицей с высоты птичьего полета. Ну а если вы вообще не любите экстрим, то для вас есть, например, экскурсия на ферму Хасок. Там можно тискать собачек, заняться байкджорингом, это когда песиков запрягают в велосипед. Кстати, никакого живодерства в этом нет. Это всего лишь один из методов тренировки ездовых пород. Так что, по сути, это не вы эксплуатируете собак, а они вас. Есть экскурсии на разных транспортных средствах, например, велоэкскурсии, или на каяках, или на яхте. Но есть экскурсия, на которую я очень хотел попасть, но сделать это непросто, потому что она проводится очень редко, и нужно успеть зарегистрироваться. Это посещение карьера ЮГОКа в Кривом Роге во время взрыва руды. Мне кажется, это прям суперкруто. Кстати, в этом году, в период пандемии, появилась онлайн-версия этой экскурсии, но мне почему-то кажется, что наблюдать за взрывом в интернете все-таки совсем другие ощущения. Кстати, онлайн-экскурсия это популярная фишка этого года. Сейчас вы можете посетить виртуально многие украинские музеи, выставки, или, например, замки и дворцы. К чему вообще был весь этот топ? Я просто хочу, чтобы вы не боялись путешествовать по Украине, открывать для себя новые места, новые виды отдыха и развлечения. Это все будет стимулировать местный бизнес и поможет нашей стране развиваться в туристическом плане. Как видите, все в наших с вами руках. И я не отговариваю вас ездить за границу. Любые путешествия, это здорово, и это расширяет кругозор. Просто мне кажется, что не стоит забывать о нашей стране. Иногда можно устроить себе просто шикарные выходные, если оторваться от компа, сесть на машину или на поезд и поехать открыть какой-то новый интересный уголок в Украине. На сегодня все. Пишите в комменты туристические мифы, про которые я, возможно, забыл. Ставьте лайк этому видео. Встретимся через неделю. Пока!